Друзья, я рад приветствовать вас на нашем YouTube-канале. Меня зовут Галота Дмитрий. И сегодня будет невероятное сражение. Будет два абсолютно разных вида спорта. Дзюдо и хоккей. Мы сейчас находимся на ледовой арене клуба Рубин. Здесь помимо того, что нереально холодно и скользко, еще и очень атмосферно. И сейчас я вам представлю ребят, которые будут сегодня соревноваться. В роли дзюдоиста сегодня будет выступать Леонид Хромин. Вы его помните по прошлому выпуску, где он сражался с боксером. Но тогда Леонид был кандидатом мастера спорта. И сейчас он выполнил норматив мастера спорта. И, кстати, он умеет играть в хоккей. Поэтому хоккеистам будет максимально сложно с ним справиться. А в роли хоккеистов будут Никита и Алексей. Это представители профессиональной хоккейной команды Рубин. Которые в этом году выиграли высшую хоккейную лигу. Забрали кубок Петрова. Помогать в сегодняшнем противостоянии и комментировать это противостояние будет Данил Бабенко. Он является тренером фактической подготовки хоккейного клуба Рубин. Но вам я по секрету скажу, что Данил еще кандидат мастера спорта под дзюдо. Так что дзюдоистам в принципе везде дороги открыты. Ну что, ребята, готовятся к выполнению серии буллитов. Данил, расскажи вкратце по правилам, как вообще делаются буллиты и в чем смысл? Смысл в том, что у нас будет у каждого игрока будет 5 попыток. И по сумме голов, по попыткам мы определим победителя. Первый Леонид начинает свой буллит. Мимо. Кстати, у вас вратарь какой-то рекорд имеет свой определенный? Да, он в топ-5 молодых игроков, которые сыграли в финале Кубка Петрова. Да, это очень было круто, это было очень красиво, очень. Вратарь сыграл просто превосходно. Ну, слушай, на самом деле кажется практически нереально попасть в такие маленькие ворота, когда такой огромный вратарь не стоит. Кстати, Леонид тоже играл в дворовой команде, и у него есть определенные навыки. Вот, ну ладно. Ой-ой-ой. Еее! Ладно, окей, это правда красиво. Теперь я в этом уверен на 100%. А, кстати, когда считается буллит, что он не исполнен, ты можешь вокруг ворот? Нет. Вот одна попытка, и тебе еще нельзя перед воротами менять направление, то есть двигаться назад. То есть ты не можешь тормозить, а запишу назад и бросишься. Сейчас, Леня, 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 и... Это было очень опасно, очень опасно. Лень, живой? Самое главное, самое главное, дожить до застязания, где будет на татами, потому что... Потому что там-то мы сильнее. Так, так, начало. Интересно, заходят не посередине, да, а сбоку начинается все это? Чтобы раскачать воротаря. Ну, почти. И даже профессионалы ведь не могут забить воротарю, а? Насколько он-то хорош? Блядь, ну по падениям ты пока выигрываешь. А это, кстати, тоже оценивается, и... Самое главное, что упал не на икон. И Леня выходит один на один. Мило. Ну, воротарь профессиональный, все-таки, тяжело, да, обмануть? Надо что-то такое придумывать. Я думаю, это гол. Это сто процентов гол. Ой, какая скорость. Вот. И? Нет, нет. Пусть, мне кажется, в этом выпуске воротарь просто топнет. Согласен. Леня тоже не такой-то простой, у него специальная тактика, он притворился, то, что ему сложно делать, что он не особо умеет, но сейчас он просто разорвет. Лень, тактика. Покажи вперед, сделай назад, все как в дзюдо. От верхнего. Леонид начинает. Но сейчас то он точно настроен. Я надеюсь. Никит, ну пора забивать. Особенно у Никиты нет защиты. Спросим, потом пропунил его диван. И? И это гол. И это гол. Ну на самом деле, да, про воротаря мы уже несколько раз сказали. Это очень такой надежный игрок. Да, Леня пока там немножко сходит с ума. Я думаю, падение сыгралов выбывает. Да, наверное, да. Леня, ну что, расскажи свои эмоции. В принципе, ты классно двигаешься, умеешь играть. Ты по любителям, да, выступал. Как, каково это, вот все-таки профессиональному вратарю забивать, пробовать забивать? Ну вообще, это прекрасные чувства, ощущения. Сегодня вот на льду вместе с лидерами хоккейного клуба «Рубин» Никитой и Алексеем. Поэтому ощущения самые положительные. Ну, один раз у меня получилось забить. Да, мы все видели. Но это было очень непросто. То есть, вообще максимально сложно, да? Да. А что именно сложное для тебя, когда ты выходишь, катишься? В чем сама сложность? То есть, ты не первый раз уже это делаешь, правильно? Да, ну самое трудное, это забить шагу непосредственно у ворота. Вот, потому что там стоит голкипер. То есть, там надо как-то обмануть, да, перед самим? Да, как-то обмануть, придумать какой-то финг. Вот, в этом сотрудниче. А вот по функционалке ты бежишь, тебе тяжело. И какие мышцы забиваются больше всего сейчас? По функционалке я себя хорошо сейчас чувствую. Понятное дело, тут лед все равно, воздух такой. Но дышится нормально, все равно чуть не в своем амплуа. Но все в порядке. Ну, датами все вернется на свои места, да? Лег, слушай, ты в воротах смотрелся максимально уверенно. Насколько для тебя это вообще было сложно? И в чем разница уровня Лени, да, и Никиты? Ну, сложно-то это всегда так, в принципе, легкого-то ничего не бывает. А то, что если брать уровень какой-то разный, то в чем плюсы любителей для вратаря, это минус даже считается. То, что броски у них непредсказуемые, то есть ты не знаешь, куда они бросают. Куда не знаешь, да? Да, да, да. То есть тут вообще моментальная реакция должна быть плюс парень-то довольно-таки хорошо двигается, бросает. У него броски сильные, как бы все хорошо. Ну, если брать Никиту, то с Никитой я просто уже знаю, как он делает, все он делает, да. То есть тебе можно сказать, что в какой-то степени сейчас с Никитой было легче, чем с Леней, да? Но у Лени один раз получилось забить, но ты же не поддавал. Ты стоял на 100%? Нет. Вообще. А насколько часто вы на тренировке вообще серию буллитов отрабатываете? Не скажу, что редко, я не скажу, что часто. Больше все равно стараемся уделять внимание тактическому плану какому-то. А так, когда тренировка закончилась, там ребята по желанию буллиты пробивают, все равно с ними как-то тоже интересно, чтобы новое, в принципе, к всему себя готовишь. Ну, Леня сказал, что на татаме отыграется, ты что думаешь по этому поводу? Нет, то, что на татаме там это поражение у нас будет, это бесспорно. Но здесь надо его максимально измотать просто, и тогда будет там легче. Я не думаю. Ладно, у нас еще осталось несколько упражнений, и посмотрим, как Леонид с ними справится. Да, я думаю, справится. Сейчас Никита нам покажет задание, которое он специально придумал для Леонида, и которое Леня должен повторить. Слушайте, мне кажется, это максимально сложно, да, для него вообще выполнение? Да, для хоккеиста, я думаю, нет. Это как база. То есть это такие задания, которые может сделать даже ребенок, да, ты хочешь сказать? Смотри, какой ребенок. Так, Леня пробует. Он у него большую скорость собрал. Ниже, 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 Леня. Низко, низко. Ниже. Тяжело. Мне кажется, нуги вообще в максимальном напряжении просто. Ой, Леня. Ну, да, задание сложное, сложное, но тем не менее Леня справился. Мы тоже на татаме придумали несколько заданий, и посмотрим, как справятся хоккеисты с этим. Сейчас будет очень интересное задание. А в чем вот смысл, Данил, объясни? Ну, сейчас это мы придумали уже такое, как наказание. Молодцы придумают. Нужно раскрутить и попасть в ворота. Задача, голова будет кружиться. Никита начинает. Так, Леня, Леня, о, Леня старается из-за всех сил. Леня помнит, что он проиграл в плохую игру. Вот, нужно отыграться, все, и... Ой, 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 черт, еще и в девятую скурку вышел. Выглядело легко, но просто посмотрите, какие маленькие ворота. Никита, он вас не жалел, Никита, он тебя не жалел. Я думаю, надо его сильно расходить. Никита, мне кажется, все-таки жалеет далее, а не до немного. Я думаю, да. Ну, зря он это делает, потому что, я думаю, Леня на татаме не будет жалеть Никита. Согласен. Никита, еще вспомнил, он сейчас с тобой бороться будет через час. Это такие лайфхаки дзюдоистов. И? Леня, ты должен, Леня. Ну, рядом. Ну, это на самом деле сложно, очень сложное задание. Ну, в этом челлендже победил опять текист. Ну, да. Сейчас следующее задание, можно сказать, завершающее. Мы опять наш ПВТ оставим на ворота. Это значит, что мало... Что мало, вероятно, забить, да? Да. Но задание усложняется. Сейчас будет не просто буллиты. Сейчас один, например, Никита, будет в роли защитника. Задача Лени. Обыграть защитника и забить ворота. Следовательно, после своей попытки они меняются. Не, со рулями, да? И то же самое делают. Леонид должен отыграться. Ну, хочется увидеть силовые приемы, да? Я думаю, да. А если думают такие, что Леня слабый корпусом, то это зря. Я это уже знаю. Да, там все в порядке у Леонида. Я как человек, который с ним три года подряд отрабатывал. О, как легко он подставил корпус. И попытка не засчитана. За него и завелись, завелись. Все, все, смена. Лень, да, давай. Леонид тоже пытается, но это сложно, это сложно. Тут же еще попасть сам, здесь не просто толкнуть. Да, Леонид начинает опять. О, сила мой, съем, я-мое. Ну, вратарь тащит. Да, вратарь тащит. Вот это интересно, это интересно очень. Леонид в роли защитника. И все, и все, и все это потеряно. Но Леонид не доиграл до конца. То есть ему надо полностью забрать, да? Ой-ой-ой. Не дает шансов, не дает. Ребята уже увлеклись игрой между собой. Им не интересен вратарь и шайба. Ну что, Леонид начинает? Леонид начинает? Да он набрал скорость. Ой-ой, очень хорошо, что он не попал по шайбе. А он не потерял же шайбу? Да, он попал только по ноге. Вратарь на месте. И начинается все синие линии. Ребята заезжают за эту линию и меняются рулями, верно? Я думаю, сейчас не интересно. Оп, легко. Это было играть. И, блин, я не забыл, пусты. И это гол. Это гол. Можно похлопать, это было красиво. Это было здорово. Ну, это финты, это финты. Это финты. И все равно шайба у Леонида. Бросок. Хороший бросок был. Хороший. Было здорово. Кстати, что бывает, если происходит драка? Дисквалификация на пару минут, да? Туманно. А Леонид переходит в партах. Леонид, выходи сверху. Обычно скидывают перчатки, начинают драться. Они порвались, потом какое наказание? У нас в диде, это может быть дисквалификация на год или два. Да, ну, нужно понимать, что это совсем другой вид спорта. Да. Здесь это как зрелище. Можно выплеснуть свои эмоции. И в две минуты штрафа обоюдно. И все, да? И все, они могут продолжать. Конечно, если это не грубые нарушения, когда ты бьешь со спины, ударил кого-то кружкой, или там как-то очень неспортивно себя повел. Если вы вдвоем вцепились, скинули перчатки, вы готовы драться, судьи увидели, вам дают добро на драку. Вам освобождает место, вы деретесь. Серьезно? То есть судьи это поощряют? То есть началась драка, и никто не будет разнимать? В каких-то ситуациях, да. В каких-то ситуациях их будут разнимать. В каких-то ситуациях дадут спокойно подраться. Но там тоже, как судьи судят, кто упал и ставится сразу раздражать. Ну что, друзья, у нас закончилось противостояние именно на льду. Теперь мы поедем и проверим, как же хоккеисты стоят на татами, и смогут ли они выполнить именно специальную физическую подготовку дзюдоистов. Задания будут непростые, но я думаю, что ребята должны справиться. Мы приехали в центр олимпийской подготовки Тюмень-Дзюдо, и сейчас мы посмотрим, как хоккеисты смогут адаптироваться в дзюдо. У нас будет борьба и несколько специальных упражнений, где мы и выясним, кто все-таки лучше. Начинается разминка. Леня проводит классическую разминку дзюдоистов. У вас же есть зал ОФП, где вы, в принципе, и проводите разминки, у вас есть силовая подготовка. Вообще, какой процент из всего тренировочного процесса вы проводите на льду? То есть, если это лето, то это у нас предсезонная подготовка. Вообще, до предсезонной подготовки есть еще межсезонье, где хоккеисты пока без команды, либо с командой, но не в ее составе, отдыхают после сезона, тренируются с персональными тренерами, либо сами, либо я на команду отправляю план, чтобы они тренировались, и в какой форме я бы хотел их видеть в предсезонке. А вот сейчас Леня демонстрирует уч-коми, классический уч-коми, на подхват, падает на ногу. Я думаю, да, тяжело будет повторить, но посмотрим, как получится. Все-таки, ведь сюда и хоккей, это сложные координационные виды спорта. Но, опять-таки, разная специфика. Они сейчас будут ногами делать правильно, а ногами не смогут. Вот стоп готов. На самом деле, интересно это видеть, как люди просто из других видов спорта, вот так вдвоем, надевают коньки или надевают кимоно, общаются, знакомятся, и это круто. Вообще, такое взаимодействие. Интересно, что, например, парни, если бы в детстве выбрали дзюдо, возможно, у них были бы уже такие пояса. Да, и как могла бы судьба в целом поменяться, да? Было бы чуть другое мировоззрение, отношение к жизни. Да, полностью согласен с этим. То есть, насколько вот спорт, он просто влияет на, вообще, на жизнь и на мысли. Тем более, командный вид спорта, индивидуальный, и все по-другому. Да, да. Рэй, Аджме, ну все, у нас начинается борьба. Аленя, по-моему, так на последних соревнованиях даже не настраивался. Зацеп, 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 и аккуратненько, аккуратненько. Там, наверное, в Азаре, скорее всего, и о Сайкоме. Все, что я зашел из себя, он помнит, что он проиграл на льду. Да, ну надо отыгрываться. И мы продолжаем. Ну, Никита у нас встроен, да? И глаза горят у него. Да. Я хочу что-нибудь такое, вот было бы неожиданно. Есть. Ну, не дойдет. Да, это что-то делал. Аленя вошел на живот. Ну да, тут стягивание, очевидно. Максимально мягко и аккуратно. Да, нежно. То, что надо. Не надо нам жести, конечно. Мы ждем от Никиты жести. Никита, не сдавайся. До конца, до конца. И что-нибудь? И? Пойдет. И давай, давай, давай. Сам, сам, сам. Никита, давай. А, в Судуе есть такое правило, если не бросаешь ты, то бросают тебя. Никита мог бросить. Ну, я думаю, он разборется. Это же надо время еще. Сейчас он поймает ритм. Как видно, да? Что на льду он вообще не потел. Да. Как только начал какие-то движения из Суду, то он уже устал. Вот это как раз и есть, да, специальная работа, другие мышцы. Ой-ой-ой, как хорошо. Хорошо, проходит в пояс вообще здорово. Да, то есть чувствует, 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 и чуть-чуть не хватает. Тут можно оценить в Азаре, да? Да, можно. Я не рассказывал про его держание, поэтому он и не взял. Ну, все секреты сразу нельзя рассказывать. Да. Ой-ой-ой, как хорошо обманул. Хорошая попытка, но не до конца, да, не до конца. Как мы знаем, да, тренер у нас Суда до конца кричать, и тут это тоже было бы уместно. В принципе, он собран, да? Нет такого, что он где-то падает на колени, боится. То есть, в принципе, он хочет. То есть, в принципе, он хочет. Можно случайно. Просто практически оторвало Люни вот татами. И давай. Вот тут бы Оу-Чигари пошло. Он даже не стал контролем. Люни вроде падает, но не хочет на Японию, да, падает? Есть такое ощущение. Никиты, какая японская. Он встает на стойке после Борелска. Партер и преследование. Будет ли что-то? Будет ли болевой? Леня, они не умеют аккуратно. А вот так. А Никита умеет защищаться? Да, истинка, сохранение. Да, истинка, сохранение. Отсюда сдержит сильно, Леня прикладывает усилие. Но, как мы знаем, болевую развивать можно по-разному. И, как мы знаем, у Люни силы очень много. Да, но Люни может просто вытянуть руку. А не хотел вообще сдаваться, да? Ты заметил? Сила. Это силовая. Можно потерпеть время. Никита, ну что, расскажи свои впечатления. Как тебе борьба? Как тебе вообще дзюдога? Как ты себя в ней чувствуешь? И, ну, насколько это сложно вообще? Ну, это очень сложно. Ну, конечно, полегче будет. Сложно, да, новые впечатления. Как бы дзюдо совсем первый раз попробовал. Впечатления очень крутые. Как бы показали элементы. Все понравилось. Прикольно. А вот что самое сложное? Там, взятие захвата, сам бросок или в партере тяжелее всего было бороться? Вот что бы ты такое выделил, что по первым впечатлениям тебе было наиболее сложным? Ну, наверное, бросок самый тяжелый, как бы. В партере, наоборот, больше понравилось, как бы. Ну, в партере поинтереснее, да, немножко. А бросок, наверное, самый тяжелый. А вот если сравнивать, то когда Леня подворачивался и бросал, у тебя было страшно? Ну, первый раз, да. Да. Ну, да, а потом уже пару раз упал, нормально. Он мягко бросал? Да, да. Аккуратно. Да, аккуратно. В хоккей ты так не нравился. Ну, что, мы сейчас, значит, с Лехой поборемся, а потом у нас будут специальные упражнения. Ты готов? Да, конечно. Ну, и начинается у нас борьба. Так, посмотрим, как у нас сейчас работает вратарь. Ну, убегает. Леня там подсказывает, что далеко нельзя уходить. Вы смотрите, захвате он первый, но захвате он первый и берет, причем, классику сразу классику. О, посвечка неплохая сейчас была. Мне кажется, вратарь у нас занимался диза. Классно, стоит вправо, делает левой ногой. Это просто обман. Он берет его хитрости. А, да. Ой, заднюю Леня пытается продавить и... Ну, красиво. Ну, красиво. Ладно, это было красиво. Ну, еще самое интересное, что Леха-то стоял. Он просто не падал. Так, 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 и... Ой, 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 какая хорошая попытка. Какая-то в Азаре. Порой ему, да. Хорошая попытка. Да, что-то монгольское было. Да, что-то монгольское, да. Леня зажевывает ручку. А мне кажется, что Лене тяжеловато бороться. Тяжеловато? Тяжеловато, потому что он бы весит. Сколько он весит? О, по 90. Ну, да, это серьезно. Хотя у Лени физики. Физики, да, будет здоровье. Бросок через бедро, попытка такая далекая. Давай, Лех. Надо пробовать, надо пробовать, смотрите, какая подсвечка. Это было хорошо. Я думаю, у Лени доля сомнения появилась. Да. Потому что большая. Неплохую позицию он занимает, кстати, да? Он таз назад убрал. Ле, аккуратно. Я думаю, что он будет стоять на пятках. Да. Он не стыд на пятках. Подсад голенью максимально. Да, да. Аккуратно. Самое-то хитрое, что Леня, объяснял ему броски вправо, Алексея, оказывается, левша. Ну, понимаешь, что тут надо уметь, надо уметь схитрить. Я думаю, Алексей подустает. Но все равно он выигрывает от ворот. Смотри, он выигрывает от ворот. И второй рукой, даже если его отключают, он пытается где-то, где-то... Ой-ой-ой, вот сейчас. Ой-ой-ой, вот это подсечка. Подсечка. Ну, здорово. Сейчас Леня будет вот это в качестве плеча. Хорошо в пояс. Хорошо в плотно идет, кстати. Да. Высекает, наверное. Это очень опасно. Опасно для Лениной ноги. Вот так вот интуитивно, да, у человека получается делать какие-то движения, которые реально могут привести к броску. Он им что-то недоговаривает. Наверное, он где-то занимался и готовился, зная, что будет в этом выпуске. Бедро очень далеко, очень далеко. Мы, конечно, Шида тут, ну, не обращаем на это внимания. И... Ну, хорошо. Хорошо, поймал. Все четко, правильно. Мате. Леха, ну что, поборолся ты с Леней, как твои ощущения вообще? Очень классные ощущения. Очень интересно. Первый раз вообще против дидориста. Ну, своего рода опыт. Опыт. А что самое тяжелое было в этой борьбе сейчас для тебя? Каждый элемент по-своему тяжелый. По-своему тяжелый? Да, начиная от того, что схватить соперника и повалить его на татаме. Слушай, ну у тебя неплохо прошла пару раз подсечка левой ногой. Откуда ты это вообще взял? Это чисто интуитивно или это какая-то домашняя заготовка? Где-то посмотрел сейчас, там, показывали уроки все равно. Ну, а так все равно, да, подграду где-то. То есть, ну, не просто так это взял. А вообще тебе нравится смотреть? Сейчас посмотрел, как борются. Тебя как-то это заинтересовало? Или ты такой, ну, блин, слушай, я бы не хотел этим заниматься? Или что-то есть? Или наоборот. Классная тема, да. То есть, позаниматься в плане даже элементарно взять физического здоровья, это здорово. И я уверен, что мне даст большой толчок, то, что я сейчас позанимался, и потом в дальнейшем буду стараться следить. У нас будут соревнования, приходи, мы тебя будем рады здесь видеть. Обязательно, когда? Да, у нас часто проводятся, и я тебе как-нибудь напишу, когда будет здесь турнир, приходите. Вообще, можете всей командой прийти, посмотреть. Ладно, хорошо, постараемся. Все, сейчас будут у нас специальные упражнения, ты готов? Да. Леня, ну что, поделись впечатлениями. Здесь ты, понятно, в своей атмосфере, как рыба в воде, где-то на хоккее было тяжеловато. Как парни, как ты их вообще оценить можешь? Пацаны вообще молодцы, очень доволен нашими схватками с ними. Показал им пару базовых техник, они их довольно успешно усвоили и показали неплохую борьбу. Ну, как уже все мы это видели. То есть, получилось, конечно, их подловить. Я старался бороться на технику, чтобы не нанести им травмы, чтобы они почувствовали эту атмосферу борьбы. Поэтому, доволен, впечатление самое лучшее. Но, вообще, парни, как ты считаешь, физически подготовлены? Если мы уберем технику, вот именно сейчас силу оставим, да? То есть, крепкий захват, жесткий, или наоборот, где-то маленько в хоккейниках профи, а здесь, ну, все-таки, вот, не хватало им физических данных. Или с физикой все окей у ребят? Мне по физическим показателям они вообще в полном порядке. То есть, я это почувствовал в захвате, в их передвижении. То есть, где-то в плотной борьбе мы с ними боролись. Они могли и меня остановить, где-то и напречься. Поэтому, все прошло хорошо. Все, ну, сейчас у нас будут специальные упражнения. Сейчас посмотрим, как они справятся с нашей подготовкой. Вот и посмотрим, на чем они способны. Все, понял. Ну, ребята, ты сейчас будешь демонстрировать. Погнали. Все, сейчас зарубимся. Ну, что, мы начинаем наше испытание и задача спортсменов – долеть до конца каната. И Леня показывает нам мастер-класс. Он лезет на руках легко и непринужденно. Не видно даже, что он напрягается. Как думаете, долезет до конца? Я думаю, спокойно. А до конца у нас считается, когда спортсмен задевает железяку руками. Да? В конце ножички подключил Леня. Но, тем не менее, миссия выполнена. Посмотрим, смогут ли парни. Конечно, им можно залезть и с ногами. Что, первый у нас Никита. Готов? Да. Давай, поехали. На руках лезет. Посмотрите, на руках. На руках. Подключает ноги, ногами. Цепляй. Цепляй, цепляй ногами. Специально внизу лежит мягкий мат. Мы подумали о безопасности. Почти половина. Почти половина. Это когда кончаются силы, начинается характер, да? Там Данил за кадром переживает, тренер по ОФП. Куда он привел парней? Никита не сдается. Да, 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 да. Все, спускаться тоже надо правильно, обязательно. Это основы. Ну, слушайте, больше половины залез Никита. Это хороший результат, учитывая, что канат у нас не маленький. Так, и начинает у нас Алексей, наш вратарь. Тоже начинает на руках, подключает ноги в работу. Ну, и лезет довольно уверенно. Посмотрим, сколько он сможет залезть. Побьет ли он рекорд Никиты. Я думаю, что рекорд уже побит. А долезет ли он до конца? Слушайте, он лезет. Он говорит, этот парень явно хочет к нам в дзюдо. Буквально не хватает пару метров, но это очень хороший результат. Ребята, я напомню, что до этого никогда не залазили по канату. И сейчас у нас следующее задание. Это задача провисеть в статике на кимоно. Но это довольно сложное задание. И будет интересно, сколько продержится Леонид и парни. Хаджимэ. Вообще, довольно сложное упражнение. И очень полезное, особенно для дзюдоистов. Захват у нас очень важен. Все, дзюдо, грубо говоря, начинается с захвата. И очень важно взять захват, чтобы его не сорвали. Удержать. И наоборот, сорвать у партнера захват. Уже прошло 25 секунд. Видно, что Леня еще умудряется подтянуться, спуститься. 40 секунд позади. Я думаю, минуту Леня сможет продержаться. Кстати, Леня приехал специально со сборов. У них там нагрузка. Поэтому ему довольно тяжело все это в любом случае выполнять. Я думаю, все спортсмены понимают, что такое сборы. Леня, 55 секунд. 5 секунд терпи. Минута. Хорошо. Минута, минута. Готов, Кит? Хаджимэ. 10 секунд прошло. Давай, давай. Я думаю, ты минуту провестишь. Ты хорошо начал. Характер, да? Где кончаются силы, там начинается характер. Да? И уже 25 секунд прошло. Вот в таких упражнениях ты понимаешь, как медленно идут секунды, как медленно идет время. Что в нашей жизни вообще минута, да? А не знаешь, что такое минута? Я думаю, все спортсмены знают, что такое минута. 40 секунд. 20 секунд. 20 секунд потерпи. 46 секунд. Красавчик, это крутой результат. Готов? Хаджимэ. Лучше поплотнее прижаться к кимоно. Да, так будет легче. Нет, легче. 10 секунд. 11. 11 секунд. Ну что, друзья, наш выпуск «Дзюдоист против хоккеистов» подошел к концу. Если соревноваться, то только в таком дружеском формате. Сегодня мы посмотрели, как дзюдоист адаптируется в хоккее и наоборот. Ребята получили классный опыт, новые впечатления. Ну а вы что-то узнали новое либо о хоккее, либо о дзюдо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не занимайтесь спортом. Всем удачи. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова